Доброе утро! Скажите, пожалуйста, а каковы отличительные черты бодибилдинга и фитнеса? Ну, если взять в самом простейшем варианте, вот представьте скульптуры Геракла и Аполлона. Это вот типичные представители. Геракл – это будет все-таки представитель бодибилдинга, а Аполлон – это представитель фитнеса. Бодибилдинг с теперешней концепцией – это, прежде всего, достаточно большая гипертрофированная мышечная масса. А критерии фитнеса, они позволяют человеку развивать свое тело, но не достигать таких больших мышц. То есть, прежде всего, это все-таки зависит от желания самого человека, что бы он хотел получить от тренировок. Понятно. Ну, а как Вы считаете, кто является законодателем моды на красоту мужского тела? Законодателями моды на красоту мужского тела всегда являлись, в первую очередь, женщины. Да. То есть, они оценивают нас, да? Да, они оценивают мужчин, а стремление мужчины понравиться женщине – это вот как раз одно из проявлений этого – это все-таки развитие своего тела. Поэтому человек идет заниматься в тренажерный зал, занимается каким-то другим видом спорта, но в конечном итоге все-таки стремление понравиться женщине. А вот сколько времени требуется для того, чтобы создать красивое тело? Ну, у каждого свои представления о красоте тела. Поэтому в зависимости от того, что хочет человек достичь, время может распределяться от шести месяцев и до бесконечности. То есть, пределов развития не существует. Но самый минимальный результат, какой будет заметен все-таки, от регулярных тренировок появится не ранее, чем через полгода. Ну, полгода – это не так много, в принципе. Ну, да. Чтобы заметить. Ну, а, Александр Геннадьевич, можно ли определить генетическую предрасположенность человека к развитию мышечной массы, к достижению этих результатов? Можно. Можно? Она есть вообще, да? Ну, это же заметно сразу. То есть, если человек имеет достаточно хорошие пропорции, то есть, отношение длины ног, предположим, к длине туловища, ширина плеч, наличие какой-то у него ярко выраженной жировой прослойки или ее отсутствие. Ну, и плюс – желание человека. То есть, по желанию человека можно определить, сможет человек достичь каких-то результатов именно вот в спорте, или же он все-таки этого не сможет. Ленивый человек не сможет никогда. Да, но желание – это все-таки генетически, наверное, не предрасположено. Почему? Это одна из составляющих. Трудолюбие человека, оно все-таки зависит именно от желания работать. Не от желания получить хорошее тело, а именно работать для достижения этого хорошего тела. А вот для интереса, можно ли узнать, вот вы про пропорции сказали сейчас, отношение ног, длины ног к чему, к плечам. Вот эту цифру можно узнать, к чему стремиться, или она все-таки варьируется? Нет, цифры как таковой существовать не может, потому что люди все разные, мы все выглядим немножко лично. Да, включаем. И это можно определить только визуально. То есть человек, имеющий достаточно хороший вкус, глядя, предположим, на своего собеседника, может сказать, например, что у него, предположим, конечности все-таки короткие или длинные. А точных цифр существовать не может, потому что композиция тела у всех различна. То есть эталона, в принципе, нет. Это, например, хорошо. А можно я задам вот свой вопрос, Александр Геннадьевич? Я вот смотрю на вас, у меня просто терзает такой вопрос, сколько времени вам потребовалось, чтобы достичь таких потрясающих результатов, и вообще с чего вы начинали? У меня каких-то потрясающих результатов, конечно, нет, потому что все мои активные занятия остались далеко позади. А начинал я в далеком 75-м году, когда мне было 13 лет. Начинал я со слез, когда я со слезами упростил более старших друзей, чтобы они меня взяли с собой в только появившиеся тогда подвалы, будем так говорить, как тогда это все называлось. Начинал я заниматься в 75-м году в подвале, который был расположен по адресу Лепси-15 у родоначальника нашего вида спорта, будем так говорить, в Кирове, в Кировской области у Сергея Ивановича Рыбушкина. Замечательно. Ну а в 13 лет не рановато все-таки начинать? Вы как считаете? Ну, в принципе, если взять серьезное занятие, то, конечно, рановато. Серьезно заниматься бодибилдингом, фитнесом, все-таки рекомендуется лет с 15-16. Но тогда крупных специалистов каких-то в области бодибилдинга или культуризма, как тогда это называлось, у нас не было. И все начинали с того, что путем самообразования... Когда захочется, тогда и начинали. Рядом с красивым мужчиной обязательно должна быть красивая женщина. Всегда приятно, если под руководством талантливого тренера занимается не менее талантливая спортсменка. Успех в этом деле гарантирован. Об Инне Шелиховой, лучшей воспитаннице Александра Черепанова, смотрите следующий сюжет Марии Федоровой. Год усиленных тренировок и у Инны второе место на Кубке России и Восточной Европы. А еще она двукратная чемпионка по Болжье и Кировской области. До этого 10 лет занималась танцами и тренировалась для себя. В спортзале Инна черпает жизненные силы. Я занимаюсь каждый день и в период подготовки к соревнованиям два раза. Я, тем не менее, успеваю и работать очень активно и заниматься личной жизнью. Для того, чтобы быть в отличной спортивной форме, по мнению Инны, необходимо прежде всего желание. А еще нужно научить себя регулярно посещать спортзал и перестроить свой рацион. Некоторые дамы, боясь выглядеть, что называется, перекачанными, избегают тренажеров. Инна считает, что женщина по природе своей не может приобрести мужские очертания. В ее организме нет тестостерона, гормона, отвечающего за бурный рост мышц. Если женщина приобретает непривычный вятскому глазу упругий мышечно-рельефный вид, то, не знаю, это скорее не проблема девушки, это скорее проблема окружающих. Мне нравится, как я выгляжу. Мне нравится, как выглядит спортивная женщина. Самые слабые места в организме женщины – бедра и ягодицы. Их тренировке нужно уделять особое внимание. Базовое упражнение – приседания. В ходе два приседания мы кладем либо на плечи, либо перед собой. Это небольшая нагрузка, 10 кг. Она служит для стабилизации нашего корпуса. Спина прямая, живот втянут, голова вперед. Приседаем до параллели с полом, оставляя ноги чуть согнутыми, так, чтобы оставалась нагрузка. Еще одно полезное упражнение – наклоны со штангой. На чуть согнутых ногах поднимаем себе ягодицами и задней поверхностью бедра. От этого упражнения они растягиваются. Для того, чтобы приобрести спортивную форму, необходимо начинать, как советуют профессионалы, с двух-трех занятий в неделю. Сначала перенапрягаться не стоит. После тренировки мышцы, естественно, могут болеть. Но единственное, что бывает легкая, после тренировочная боль, когда чувствуется, что мышцы поработали. И бывает боль достаточно травматичная, когда тяжело пошевелить, предположим, руками и ногами. Если боль была чрезмерной, то и нагрузка была, соответственно, чрезмерной, то есть человек превысил свои возможности. Решили приобрести рельефный вид? Вооружитесь нашими рекомендациями и в спортзал. Ну а мы продолжаем наш разговор с Александром Геннадьевичем Черепановым, ответственным секретарем областной федерации бодибилдинга и фитнеса, судьей национальной категории по бодибилдингу и фитнесу, председателем судейской коллегии городской федерации и членом исполкома федерации бодибилдинга России. И к нам присоединяется наш телезритель, который хочет с нетерпением задать вопрос. Доброе утро! Доброе утро! Ну что ж, представьтесь. Меня зовут Михаил. Александр Геннадьевич, у меня вопрос. Есть ли возрастные ограничения для занятия бодибилдингом? Спасибо. Возрастных ограничений для занятий бодибилдингом как видом спорта, конечно, не существует, потому что даже на наших кировских соревнованиях спортсмены выступают в возрасте 15 и до 55 лет. А вообще в мировой практике есть турнир, который называется «Мастерс Олимпиад». Это турнир для ветеранов старше 40 лет, в котором существует номинация атлеты старше 60 лет. И спортсмены достаточно удачно выступают и показывают нормальное развитие тела. И выглядит, соответственно, не на 60 уже далеко, да? Ну тут нельзя говорить о том, что человек выглядит, предположим, не на 60 лет. Может быть, по фигуре он и не выглядит лет на 60, но лицо его, конечно, все равно не спрячешь. Самое главное то, насколько лет себя человек чувствует. Душей, да. Мы сегодня об этом уже говорим. Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот я слышала, что главное в спорте – это правильное питание. Это действительно так? Нельзя сказать так категорично, что это главное. То есть питание, режим тренировок, режим восстановления – это равнозначная составляющая. Но питание имеет, как вы поняли, все-таки из моего ответа, одну из главенствующих позиций все-таки в развитии именно тела как такового. Потому что сбалансированное питание, то есть достаточное поступление белков, жиров, углеводов в нужных пропорциях, оно как раз и дает спортсмену возможность получать от тела то, что он бы хотел получить. Замечательно. Ну, у нас есть очередной звонок. Мы приветствуем вас. Доброе утро. Доброе утро. Вас зовут? Лена. Лена, очень приятно. Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот как, по вашему мнению, помогает ли спорт сохранить мужскую красоту? Надо различить для себя занятия с отягощениями, так называемые, и спорт. Спорт зачастую сохранить красоту все-таки не позволяет, потому что те сверхперегрузки, какие испытывают спортсмены во время соревнований, во время тренировок, они могут, так сказать, нарушить какую-то красоту в общепринятом понимании, потому что в спорте все-таки какая-то своя красота существует. Если взять занятия с отягощениями, занятия в тренажерных залах, то они действительно помогут сохранить красоту как таковую. То есть, ну, опять же, надо для себя все-таки различить у каждого человека свои представления о красоте. Поэтому то, что человек будет тренировать, та функция у него будет развиваться и сохраняться. Александр Геннадьевич, а по каким принципам строятся ваши тренировки? Самый главный принцип тренировок – это систематичность. То есть, если человек, отзанимавшись неделю, пропадает неделей на две, а потом снова приходит заниматься, то каких-то результатов достичь будет очень сложно. Самый главный принцип – это систематичность, ну и, конечно, трудолюбие. Ну, а сколько раз в неделю человеку нужно ходить в спортзал, чтобы достичь результата через полгода, вот, хотя бы? Ну, каких-то? На начальном этапе два раза в неделю достаточно, чтобы человек нормально втянулся и адаптировался к тренировкам. И чтобы тренировать себя и поддерживать себя в физической форме достаточно приемлемой, достаточно трех раз в неделю. Понятно. У нас есть очередной звонок. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Юля. Александр Геннадьевич, скажите, по каким критериям вы оцениваете мужскую красоту? Ну, я оцениваю, в первую очередь, как судья, не мужскую красоту, я оцениваю спортсмена. Потому что спортсмен, выступая, он должен показать определенные параметры. То есть, хотя бодибилдинг и визуальный вид спорта, но требования к судейству существуют определенные. То есть, я должен оценить мышечную массу, пропорциональность развития спортсмена. И три специальных параметра. То есть, это рельефность, так называемая сепарация, когда отдельные мышечные волокна на какой-то группе мышц разделяются. И так называемая дефиниция, вот когда даже эти мышечные волокна, они начинают делиться. То есть, спортсмен, выступая на соревнованиях, он должен показать большие достаточно объемы при практически отсутствии жира. А мужская красота, мужскую красоту я оценивать не могу. Это все-таки прерогатива женщины. Нужно быть женщиной. Ну что ж, Александр Геннадьевич, спасибо большое вам за участие в нашей программе. Напоминаем, что в гостях утреннего канала «С утра пораньше» был ответственный секретарь областной федерации бодибилдинга и фитнеса, судья национальной категории по бодибилдингу и фитнесу, председатель судейской коллегии городской федерации и члены сполкома федерации бодибилдинга России Александр Геннадьевич Черепанов. А далее в нашей программе музыка.